Знать свои права и уметь решать актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Жителям многоквартирных домов поможет региональный проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Основная задача проекта – повышение правовой грамотности председателей Советов многоквартирных домов. В рамках проекта домкомам разъясняют, как решить юридические вопросы и добиться от управляющей компании выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано свыше 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Накануне одна из таких встреч прошла в Куйбышевском районе. Сначала глава города Елена Лапушкина и глава района Алексей Коробков объехали территории, откуда поступали обращения. Также жильцы дома по улице Калининградской 1 просили оказать содействие в ремонте внутридворового проезда. Уже в этом году вопрос будет решен. В этом году, то есть летом конкретно в ходе строительного сезона, мы берем этот проезд полностью, его ремонтируем, включая тротуар вот этот, включая бортовой камень. Аналогичным вопросом обеспокоены и жильцы домов 30, 32, 34 и 38 по улице Белорусской. Вопрос также решится в ближайшее время. Итоги объезда Куйбышевского района подвели на семинаре с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Цель нашей встречи, конечно, собрать актив Куйбышевского района в рамках проекта «Мой дом». Проект себя очень хорошо зарекомендовал. У нас с вами вместе появляются новые возможности. Эффективное управление многоквартирным домом – задача непростая. Основной задачей проекта «Мой дом» стало повышение правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов. Для этого начали действовать ресурсные центры. Здесь будет вестись работа по приему жителей и консультирование инспекторами ГЖИ. На территории каждого центра на площадке будет расположена, уже есть в двух адресах в Куйбышевском районе компьютерная техника, консультирование для того, чтобы научиться работать в ГИС ЖКХ, понять, как правильно сдать документы, в том числе получить консультацию, как правильно заполнять протокол общего собрания, обращение к управляющей компании. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающих в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и муниципальным центром управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления МКД, поэтому встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Вопрос такой. Слева от нашего дома, или если на фасад здания смотреть справа, находится бывшее общежитие, торговый период 12-й. Здание полностью разрушено. И тем более построили такой сквер нефтяников. ДК стоит, красота, и смотришь направо, стыд и позор. В настоящее время дом полностью расселен. Департаментом разработана сейчас проектная документация по его сносу. Срок исполнения работ по разработке проектной документации до 1 июня текущего года. Финансирование по сносу этого дома у нас полностью этим годом бюджетом города предусмотрено. После получения проектной документации мы проведем конкурсную процедуру, определим подрядчика, кто будет выполнять работу по сносу, и этот объект снесем. Ориентировочный срок, который нам еще потребуется для этого, около двух месяцев. Несколько вопросов касались дорог. Городские власти назвали участки в Куйбышевском районе, на которых восстановят дорожное полотно уже в этом году. Если мы говорим по дорогам, это Народная, это Заводская, от Грозненской до Липеговской, Обувная, Трубная, Арбатская и Белорусская. Жители района жалуются на качество питьевой воды. Говорят, она слишком жесткая. В нашем районе очень плохая холодная вода питьевая. Елена Лапушкина заверила, что качественная вода в Куйбышевском районе будет. Решит проблему строительства нового водовода. Это позволит доставлять в дома воду с насосно-фильтровальной станции. Работы уже ведутся. Также на встречу поднимались темы благоустройства общественных территорий. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяты в работу. Ольга Волкова, Константин Головин. События. Ольга Волкова, Константин Головин.